Саша, а как ты вообще попал в церковь? Меня человек привел. Да, наверное, вы знаете, кто Бородалик. Что он сказал-то? Я пришел к нему в магазин, в секонд-хенд. Он говорит, приходи завтра в церковь. Я говорю, приду. Он такой, что отвечаешь? Я говорю, отвечаю. И пришел. И с тех пор хожу. Ну, ты как бы, я знаю, с переменным успехом там появлялся. Ну, когда, да, бывало всякое, и бухал там, и торчал. Но сейчас, слава богу, уже с зимы все нормально. Я слышал, даже ты обиду там как-то держал на них, потому что падра с тобой за руку нездоровался. Да, 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 было дело. Пастор. Пастор, да? Нездоровался. Ну, сейчас нормально все. Сейчас здоровается, да? А почему нездоровался? Как он это объяснял? Потому что не ходишь в церковь. Мало ли, что ты там делаешь в миру. Может, ты там колешься, баб там трахаешь. Может, ты там водку пьешь. А я с тобой буду здороваться. Тебя в церкви по два месяца нету. Потом ты приходишь один-два раза, и опять пропадаешь. Понимаешь, да? Ну, конечно, да. А сейчас я хожу регулярно, и, соответственно, и отношение другое совсем. Ну, а когда твое посвящение там будет? Крещение? Да, крещение. Ну, в июне должно быть. Уже бассейн снимают. Ну, а там как бы это, не как в православии крещение, там как-то по-другому. В бассейне, да. Любой водоем. Речка, озеро, пруд. Да в ванной может даже. Не, серьезно. Джакузи. Крещение в джакузи. По-блатному. И что, потом крестик тебе вешают, или что? Нет. Окунают в воду. Твоя ветхая натура приходит. Со всеми твоими проклятиями она поглебается в воде. А выходишь ты из воды уже новым творением, во Христе Иисусе. Ну, ты готов к этому? Конечно, готов. Я готовлюсь уже месяц. А, в смысле, а как это надо готовиться? Ну, я вот стихи учусь из Библии. А там какая-то другая вот Библия? Или та же сам? Ну, такая же. Ну, что ты, Женя? Ты-то хочешь? Ну, люди, может, не знают. Хочу, чтоб ты... Ладно, Рэмбо там, ну, сказал бы. Нет, такая же Библия. Нет, ну, потому что многие люди считают, что как бы православная церковь, у них одна Библия. Ну, для Баритов, считал бы. Ну, вот, ваша старовера, у вас, типа, другая Библия. Там еще у кого-то другая Библия. Понятно. Нет, Библия... Потому что Ветхий Завет и Новый Завет, он един, как бы, он из всех один и тот же. Ну, а какая у вас, первая заповедь у тебя, по вашей вере? Возлюби Бога своего, всем сердцем, всем душой, всей душой и всем разумом своим. Вторая, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это не у нас, это Библия, это Иисус сказал. Ну, понятно. Подожди, послушай, ну, а вот вообще, что такое символ веры? Символ веры? Ну, это как бы, провозглашение, молитва. Что есть символ веры? Ну, ты этим провозглашаешь свою веру к Богу, свое доверие к Нему. Саша, символ веры – это молитва. Ну, молитва. А я тебе о чем говорю? Ты же правоплошаешь? Можно проще. Нет, это не проще. Ну, а во что вот верят? Я вот даже вот не знаю, как вопрос правильно поставить. Если бы ты был бы православный, ты православным себя считаешь христианином? Вот, допустим, так. Вот православный христианин верит в Святую Троицу. В отца, сына и Святого Духа. Да, и я верю. И у вас то же самое, да? У нас все как в Библии. Ничего не прибавлено, ничего не убавлено. Я тебе вообще хотел бы сказать, приди как-нибудь, давай вместе сходим.